Народная славянская радио Очень, на мой взгляд, важная Как общинные школы в славянском мире Дело в том, что сейчас Эта проблема Актуальна достаточно для многих Людей, которые начинают просыпаться от морока Которые понимают, что образование Это наше все, и не просто образование Образование в нашем стиле Появляются какие-то тенденции Для организации школ В экопоселениях, организации школ Просто в каких-то общинах И так далее и тому подобное Но очень много горьких опытов Очень много ошибок И грабель, на которую все постоянно наступают И шишки при этом Все увеличиваются, увеличиваются Поэтому, на мой взгляд, эта тема Достаточно важна И вот хотелось бы твое видение По общинным школам В славянском мире услышать И что ты делаешь, как ты это видишь Какие предпринимаешь действия И так далее Вот, наверное, про это и будем говорить Хорошо, благодарю, Алексей Тема действительно заявлена Очень важная Она актуальная И я с ней неразрывно связан Уже шесть лет как Я немножко объясню предысторию Чтобы было понятно, о чем идет речь Многие из вас, друзья, знают Особенно те, кто следят за обновлениями Что у нас в Симферополе существовала И существует общинная школа И что в этом году она перебирается в Москву И запускается первый год обучения в Москве Но это в целом седьмой год обучения В нашей школе И в данном случае я вот вспоминаю Как было у нас все Как оно все начиналось Семь лет назад Шесть лет назад Седьмой год Сейчас начинается И понимаю, насколько во многом Я был наивен, что ли Как-то сработала моя какая-то Наивность, может быть, какая-то незрелость Никакие-то, может, другие невежественные проявления Как только мы собрались в общину В круг по интересам Мы-то люди старомодные И стараемся исповедовать Стараемся следовать тем принципам Которые декларируем И у нас с вами культура ведическая Веды – это знания А знания, прежде чем применять, надо познать Ну, это объективно Не получится применить Не получится применить знания, не овладев ими Чтобы овладеть, нужен какой-то образовательный процесс И только потом, получив этот Можно сказать, в процессе этого образовательного процесса Извините за тавтологию Можно начать как-то знания применять И применяя знания Можно изменить свою жизнь Короче говоря, мы пришли к выводу Что нужно просто познавать И мы на это сделали ставку Поначалу мы просто собирались на квартире у меня Я помню Читали отдельные выдержки Из ведической литературы Комментировали, обсуждали Договаривались о том Что на следующую встречу Ты подготовишь какое-то маленькое Не то чтобы докладик Но так самостоятельно углубишься в тему Дорисского круга лета А ты по сворожьему кругу Еще кто-то по буквице Мы старались как-то познавать И мы были абсолютно уверены Друзья, я вам честно хочу сказать Мы были абсолютно уверены Что это естественный путь Абсолютно всех общин и объединений И только потом Когда я начал путешествовать по России Я понял, насколько незрелым было Мое такое суждение И насколько Ну я слишком хорошо, видимо, думал Потому что сколько я не путешествовал Я увидел, что далеко не у всех людей В славянском мире В приоритете было именно познание Каждый нашел в славянском мире что-то свое Но когорта активно познающих людей в славянском мире На самом деле составляет меньшинство И вот как раз таки на это меньшинство И рассчитаны общинные школы Хотя по идее это должно быть нормой И в данном случае общинная школа Это сам образовательный процесс Благодаря которому люди получают новые знания И применяют их по жизни Применяя их, они начинают менять Свою жизнь к лучшему И реакция жизни на овладение знанием Показывает обратную связь Насколько чисто человек Овладел данным знанием без искажений Если же жизнь по нему наоборот Начинает как-то бить у него Начинают сыпаться какие-то жизненные Направления То естественно, что это показатель Что где-то в чем-то человек совершил оплошность Поэтому процесс познания Не отделим от самой жизни Он наоборот в процессе самой жизни То есть это как бы дополнительный аспект жизни Но он не отделим от самой жизни От событийности, которая окружает человека И как только человек становится на этот путь Путь познания Он начинает связывать происходящее вокруг себя С той информацией Которую получает в процессе обучения Образование или самообразование И многие из вас помнят Может быть, друзья Может у кого-то был такой опыт Вот смотрите вы, к примеру Асгарское училище по видеоурокам И дошли до Ну допустим Упомянулись былины Просто там в каком-то контексте Упомянули былины Вы вдруг заинтересовались Как вы думаете, да, неплохо было бы Как-то почитать И углубиться в эту тему И тут буквально день второй проходит И объявляется старый ваш знакомый Который вдруг советует вам Почитать какую-то хорошую книгу по былинам Хотя он знать не знал Ведать не ведал Что вы занимаетесь изучением Например, того же Асгардского духовного училища Понимаете? То есть жизнь реагирует На процесс познания И в данном случае С чего мы начали? Мы оттолкнулись от того Какие у нас были возможности Мы не ставили никаких Заоблачных целей Масштабных Просто оттолкнулись от того Что было Если потом будет интересно Я могу рассказать немножко Историю нашей общинной школы Не для того, чтобы ее Прорекламировать Нет, мы не нуждаемся в рекламе И рекламу не делаем Мы работаем исключительно На круг своих И не собираемся делать Какой-то такой величественный Масштабный размах Который нуждается в рекламе Нет, но может быть Кому-то опыт создания Нашей общинной школы Может помочь в чем-то Ну как знать Может быть Кого-то он даже вдохновит На создание своего Такого образовательной Своей образовательной ячейки В своем городе Что с собой Давайте мы разберем Что такое ведическое образование Потому что ведическое образование Это тенденция Тенденция сегодняшнего Славянского мира И общинные школы Неразрывно связаны С этой тенденцией Они являются ее Прямым продолжением И выражением Так вот Ведическое образование Это процесс Создания Альтернативы Современной Системе образования К сожалению, друзья Знаете Мы-то крымчане К России Присоединились только недавно И только недавно Мы смогли Познакомиться с тем Что представляет Современная система Образования в России И скажу вам Что Мы были неприятно Удивлены Потому что Конечно Допускали разные мысли Касательно того Какая сегодня Образовательная система В России Потому что в Украине Она маленько другая Там тоже далеко Не идеальная Не лучше Не хуже Просто совсем другая Красная и круглая Но То, с чем пришлось Столкнуться в России То Ну в общем Это как раз Та ситуация При которой Нужно создавать Альтернативу Ведическое наследие Говорит о том Что мы Созидатели Ну это Основной посол То есть Человек меряет Свою жизнь Не тем Что он от нее Получает Это философия Потребителя Или паразита Что в нашем Словесном исполнении Называется Голь Помните Голь кабацкой Голь перекатной Это паразит А славянин Тот кто Правильно Услышал Ведические посылы Наследие предков Это тот Кто Создает И он меряет Жизнь Тем что он Создает А не тем Что получает Если сказать Все то же самое Только просто Как это в народе У нас Зафиксировано В виде таких Коротких фраз Которые являются Вместилищем Колоссальной мудрости Есть такая В нашем народе Хранится фраза Вы все помните Народная мудрость Критикуя Предлагай То есть Если не способен Предложить альтернативу Тогда не критикуй Иначе Это будет иметь Эффект Пса на привязи Который Гавкает на караван И Поскольку Мы У нас все таки Культура Созидателя А не гавкающих псов То Если нас Что то не устраивает То Созидатель Будет создавать Альтернативу Этому Поскольку У нас У всех Ресурсы Ограничены Это понятно У нас нету каких-то Нету спонсоров Которые бы могли Профинансировать Какие-то Образовательные проекты Или другие Образовательные Или другие проекты В виде Средств массовой информации Тоже радио Например Или еще что-то У нас У всех есть Определенные Скобывающие нас Факторы Поэтому Поначалу На данный момент Ведическое Образование Занимается Не столько Взращиванием Альтернативы Современному Образованию Сколько Дополнения К современной Системе Образования Но Это первый шаг Потому что Последующие шаги Будут Если мы Преуспеем На этом шаге То Последующие шаги Действительно Приведут к созданию Достойной Альтернативы Которой будет Все самое полезное Что есть В современной Школе В ВУЗе К тому моменту Будем надеяться Что что-то еще Полезное Там останется Потому что Процентное Соотношение Полезности Падает К сожалению Не в пользу Полезности В современной Системе Образования У нас В ведическом Образовании Будет сформирована Альтернатива И мы к этому Идем Каждый идет По-своему И вот теперь Если мы вернемся К тому Что представляет Ведическое Образование Это именно Формирование Альтернативы То есть Это путь Созидания Созидания И эксперимента Дело в том Что в славянском мире Имеется колоссальная Информационная база То есть В славянском мире Хранится очень много знаний И хоть В основном Представители Славянского мира Нельзя сказать Чтобы они Слишком могли Похвастать Какими-то Глубинными Знаниями Энергетическими Возможностями И умениями Особенно Когда Находишь Другую точку Опоры И находишь Чем сравнивать Но все же Несмотря на это Хочется отметить Что в славянском мире Хранятся такие Глубокие Массивы знаний Это настолько Серьезные Глубинные Вещи Которые Которые Открывают Колоссальные Возможности И Которые Позволяют Вести Игру Ни много Ни мало На столетия Вперед И в данном Смысле Конечно Иной раз Становится Просто досадно И грустно От того Что люди Не хотят Овладевать Всем этим Им нравится Подражать Всему этому Но знаете Одно дело Проводить Духовную Работу Над собой С целью Стать Носителем Знания И совсем Другое Дело Подражать Носителю Знания Это Понимаете Совсем Другой Уровень Одно Дело Быть К примеру Каким-то Ну Просто Возьмем Какой-нибудь Пример Быть Директором Школы Например Или Возьмем Другой Образ Где ребенок В песочнице Вместе С другими Детишками Играет В директора Школы Вот Примерно Такая же Разница Между Носителем Знания И тем Кто Нацепив Славянскую Вышиванку Косоворотку Нахлобучив Берегиню Очелье Подпоясавшись Прыгает Через Костры Но при этом Абсолютно Не понимает Что происходит И зачем Он это делает То есть Осознанности Как таковой Нет И Вот Когда Смотришь Насколько Большая Разница Между Теми Знаниями Которые Хранятся В славянском Мире Можно Назвать Словом Потенциал Вот Одним Словом Потенциал Информационный И энергетический И степень Его реализации Если мы возьмем Сейчас То Славянский Мир В подавляющей Своей Массе Не овладел Даже Одним Процентом От тех Знаний Которые В славянском Мире Хранится То есть По прежнему Знание Является Уделом Очень Узкого Круга Лиц Которые Готовы Этим Знанием Делиться По мере Готовности Людей И знаете Есть такая Фраза Она мне Очень Нравится Хотя Сама По себе И Неприятная И Она Вводит Человека В грусть Иной раз Особенно Преподавателей Которые Искренне Стараются В режиме Служения Осуществляют Свою Преподавательскую Деятельность Преподаватели Готовы Дать Да Людям Нечем Взять То есть Далеко Не всегда Человек Может Нащупать Тот Можно сказать Инструмент С помощью Которого Он может Овладеть Каким-то Знанием Которое Хранится В славянском Мире Дело в том Что оно Находится В совершенно Другой Системе Координат Это Не Оно Включает В себя Интеллектуальный Момент Но оно Не зердется В знании Это Скорее Работа По Считыванию Каких-то Пластов Которые Раскрываются Из нашей Генетической Памяти Вот Помните Есть Такая Память Гены А Человек Который Вскрывает Свою Генетическую Память Это Гений То есть Он Вскрыл Свою Генетическую Память Ему Начинает Приходить Информация Заложенная В его Крови В его ДНК И РНК Поэтому Общинные Школы Это Первые Пробы Пера Которые Сейчас На заре Появляются И Я вам Честно Хочу сказать Друзья Признаться В своей Наивности И глупости Потому что Когда мы Создали Общинную Школу И Мы Двигались В этом Направлении Уже Была Преподавательская Деятельность И Мы Были Абсолютно Уверены Что Такие Общинные Школы Есть В других Городах И Что Мы Рано или Поздно Выйдем С ними На связь И Сможем У них Чему-то Поучиться Сможем Поделиться Нашими Наработками Которые У нас Есть И Думали Как же Здорово Ждали Сладостно Когда же Будет Этот Миг Когда Он Наступит А потом Вдруг Оказалось Что Мы Потерпели Фиаско Наших Ожиданий То есть На тот Момент Существовали Буквально Единицы Каких-то Духовно Образовательных Таких Ячеек И В принципе Их и сейчас Единицы Но слава Богу Наблюдается Тенденция Что их Становится Все Больше Если Разобрать Общинную Школу Как Энергетический Процесс То Хочу Сказать Что Некоторые Могут Задать Вопрос А Насколько Это Вообще Целесообразно Насколько Это Нужно Зачем Ведь Все Знания Есть В интернете И Этого Вполне Можно Для Чтобы человек В самостоятельном Режиме Взял И Обладел В принципе Да Я могу Согласиться С этим Суждением Только Лишь Отчасти Почему Дело В том Что Преподавательская Деятельность Образовательный Процесс Это Не Просто Информационный Процесс Это Еще И Процесс Энергетический Особенно Если Преподаватель Открывает Для Себя Возможность Работы В потоке Что Сие Означает Мы Как То Говорили Не Слышали То Можете По Записям Поднять И Прослушать У вас Будет Такая Возможность Дело В том Что В Преподавательской Деятельности Потоковое Состояние Включается Само Когда Человек Осуществляет Преподавание В режиме Служения То Есть Он Не Ставит Каких То Конкретных Целей Задач Которых Хочет Достичь А Он Просто Выполняет Роль Роль Генератора Определенного Энергетического Поля Находясь В котором Людям Начинают Приходить Озарения Начинает Приходить Понимание У нас Даже Были Такие Случаи У нас В общинной Школе Когда Люди Находясь В этом Потоковом Состоянии В которое Погружал Их Оператор Предподаватель Они Начинали Ауру Видеть Хотя До этого Не Видели В цвете Вот То есть Потом Когда Занятие Заканчивалось Неоднократно То есть Это Говорит Некоторые Вообще Кто не Видели Начинали Видеть Эфирный Слой Например Который Ближайший Слой К человеку Может быть Помните Он Выглядит Примерно Как Испаренный В жаркий День Который Исходит От асфальта Такое Небольшое Искажение Преломления В пространстве Но Не все Этот Слой Видят Но Когда Люди Погружаются В эту Атмосферу Преподавание Искрываются Какие-то Ощущения И У некоторых Даже Видение Поэтому Преподавательская Деятельность Как процесс Это Энергетический Процесс И Он Вносит Такой Волшебный Сокровенный Характер Можно даже Сказать Магический Характер Потому что Как только Люди Начинают Ходить На занятия У них Начинает Меняться Жизнь У них Могут Может Смениться Работа Они могут Пойти На повышение Например У них Может Смениться Семейное Положение У них Может Измениться Ситуация С жильем Измениться Взаимодействие Внутри Рода С друзьями Повально Практически Наблюдается Изменение Окружения То есть У людей Есть Конкретные Изменения И Эти Изменения Можно Зафиксировать Что мы Собственно И делали И продолжаем Делать Из года В год Наблюдая За теми Кто Проходит Занятия В общинной Школе И В целом Жизнь У людей Меняется Меняется По разному Но В целом В подавляющем Большинстве В лучшую Сторону У некоторых Наоборот Провоцируется Какая-то Кармическая Отработка И начинаются Какие-то Моменты Волнительные Но они Начинают Проходить В самом Легком Режиме По сравнению С тем Что у Человека Могло Быть При Более Жестком Сценарии Поэтому Общинные Школы Это Энергетические Центры Поддержания Благоприятного Поля Поля В котором Люди Могут Эффективнее Изменить Самих Себя И Именно В этом Их Преимущество И Сила Поэтому Общинные Школы Конечно Потихонечку Начинают Набирать Обороты И Знаете Что Как оказалось Это Со временем Когда я это узнал Я был удивлен Но оказалось Что Наша Общинная Школа Одна из Самых Старших В Сегодняшнем Славянском Мире Потому что Ей уже 6 лет И В данном Случае Так получилось Что У нас Есть Определенный Опыт Знаете Что Если Вдруг Кто-то Из вас Уважаемые Слушатели Захочет Почувствовать В себе Силы И Осознает Важность Запуска Образовательного Процесса Знаете Что Мы всегда Поможем Чем сможем Советом Какой-то Поддержкой Обменом Опытом Может быть Поднатаскаем В каком-то Предмете Который Потом Может быть Может Будет Преподаваться В общинной Школе И так далее Тем более Что Сейчас В нашей Общинной Школе Которая В Москву Перебирается Мы уже Немножко Меняем Приоритеты И Помимо Поддержания Вот этого Общего Поля Мы Еще Делаем Ставку На взращивание Преподавателей То есть Не только В Москве Но и На местах Потому что Формируются Дистанционные Группы Которым Я и другие Преподаватели Будем ездить В семинарском Формате Между которыми Есть преемственность С домашними Заданиями Их проверкой Для того Чтобы Как раз В том числе Для того Чтобы найти И выявить Преподавателей Которые потом Смогут нас Разгрузить Преподавателей Ну так сказать Из центра Чтобы некоторые Дисциплины Уже могли Преподаваться В автономном От нас режиме На местах Чтобы мы уже На это не отвлекались А могли продолжать Дальше Нашу Исследовательскую Практичную Прекладную И преподавательскую Деятельность Потому что В задачу преподавателя Входит не только Преподавать Молотить по шаблону Нет Там потока Не будет Здесь это такой Принципиальный момент Тоже хочется Сразу отметить Может быть Кто-то найдет Его для себя Полезным Что Не может Человек Сохранить Потоковое состояние Если дважды Будет молотить Одно и то же На второй раз Поток просто Не включится Как только Наблюдаются Хоть какие-то Принципы Механики То есть Механического Повторения То есть Знаете Как преподаватели В школах Например В вузах Лекторы Или Особенно Гиды Какие-то Экскурсоводы Когда они Рассказывают Один и тот же Текст По пятисотому Разу Они уже Думают О своем А слова Вылетают Самостоятельно Заученными Заштампованными Фразами Вот В таком случае Даже малейшего Намека На это Достаточно Чтобы потока Не было Поэтому Каждая группа Занимается По своей Индивидуальной Программе И даже Если они Изучают Одни и те же Предметы То они Все равно Изучают Абсолютно По разному Вот Две группы Одна и та же Тема По одному И тому же Предмету Например Там та же Нумерология Кармическая Эстрогеография Или ангельская Нумерология Или числоведение Или буквица Какой-то аспект Две Разные группы Одна тема Абсолютно Разное Исполнение Причем Один преподаватель В разные годы И это связано Не только с тем Что сам преподаватель Меняется И растет Но это связано С тем Что Так нужно Для того Чтобы было Движение Энергетическое Потому что Оператор Кто Входит В потоковое Состояние Он Можно сказать Подключается И чувствует Какими словами Конкретно Для этой группы Нужно сказать И говорит И Это очень Интересный Такой Процесс Мы этому Стараемся Обучить Донести До Слушателей Наших Занятий До Слушателей Семинарских Занятий Как раз Ценности Этого А главное Что это Доступно Каждому И с помощью Потока Можно Действительно Кардинально Изменить Свою Жизнь А главное Что человек Получает Доступ К безграничной Сопровищнице Мудрости То есть К библиотеке Внутри Себя Которая В его крови В его генах Это как раз Таки То Чему Учил Отец Александр В Асгарском Духовном Училище Во всяком Случа Я впервые Познакомился С этим Именно Там Может быть Кто-то Еще Где-то Обучал Этому Я не знаю Возможно В таком Случа Честь и Хвала Тем Людям Тоже Но Как раз Впервые Я познакомился С понятием Потока Именно В Асгарском Духовном Училище За что Всегда Буду Благодарен И признателен Равно Как и Отцу Александру Потому что Кто бы Там что Про него Не говорил Но Элементарная Этика Говорит о том Что нужно Быть благодарным Тем Благодаря Кому Мы Изменили Собственную Жизнь Давай Наверное Сейчас Ты возьми Слово А то я Что-то Разговариваю Воспоминания Тебя Потянуло Хорошо Да Ностальгия По хорошим Добрым Ребенам На самом деле Ты сказал Добрые Правильные Слова Так оно Есть Учителям Всегда Надо Быть Благодарным Независимо От того Кто Что Про Учителя Говорит Это Первый Сам Постулат Любого Ведического Образования Любого Ведического Мировоззрения Если Ты что-то Получил От Человека Что тебе Помогает В жизни Ты уже По гроб В своей жизни Обязан Этому Человеку Во всяком Случае Его Почитать Ты должен Это Вообще Не оговаривается И мне Всегда удивляет То Когда Сейчас даже Фамилии Имена Не будем Называть Очень часто Люди Что-то Схватят От кого-то Сначала Повосхищаются Повосхищаются Потом Проходит Время И начинают Да вот Он там Это говорил Да он там Это говорил Да мало ли Что он говорил Ты благодаря ему Начал это изучать Ты благодаря ему Может быть Превзошел его И узнал Что-то более важное Для тебя Но ведь Зачатком Посылом Первоначальным Был именно Этот человек Как ты можешь Своё начало Так хаять Вот это Очень важно Всем осознавать И никогда Не надо сваливаться На примитивные Какие-то Отношения На уровне обезьян Вот из того Что ты сказал Я понял Что сегодня На сегодняшний день Наработан определенный опыт И Твоей целью И целью Твоих соратников Поставлено Расширение Школы И слушателей И самое главное Подготовка Преподавателей Для того Чтобы Люди Могли Не просто быть Пассивными Слушателями А начинать делать Свои школы Создавать свою систему Ведического образования И вот это Как раз Новый этап Потому что Все школы Которые До этого Мне встречались Там просто Было преподавание Под преподавание На конечного пользователя Мы тебе дали Вот это Мы тебе дали Вот это Все Дуй в жизнь Теперь вот Живи как хочешь А некоторые Еще идут дальше Они просто Привязывают к себе И получается Такая мини-секточка Где вроде бы Что-то тебе расскажут Вроде там Что-то ты получаешь Но при этом Выйдя за дверь Ты чешешь За ухом И думаешь Ёлы-палы Вроде так все было понятно Когда мне там Что-то рассказывали А когда я за дверь вышел Что-то совсем Что-то куда-то Все пропало И совсем Что-то как-то Вот и непонятно И что дальше делать Тоже непонятно Таким вот Бобики такие выходят Из школы И потом Почешут Почешут За ухом Блох погоняют И опять в школу Раз И сидят опять Наслаждаются Как им учителя Что-то там рассказывают В общем Суть моей реплики Какая Что пришло время Не просто работать На конечного слушателя А подготавливать Преподавателей Чтобы Аналогичные школы Или с похожим Уклоном Или хотя бы В этом русле Появлялись уже В нашем царстве Государстве И не только А за его пределами Да Совершенно верно Совершенно верно Алексей Так и есть И потихонечку По чуть-чуть Этот процесс идет Это что не может Не радовать Потому что Вы знаете Уже запущено И действует Сказочное семинарие Царевича Вот он Очень хотел Меня там видеть Но я ему Просто уже сказал Что дружище Я уже просто Не вытяну Потому что Слишком много Большой интенсив Вы знаете Что есть Проект Слова Сергея Павлова И есть Ряд других Образовательных Инициатив Я знаю Что В разных городах Есть такие Небольшие ячейки Где ведется Преподавание Но оно не выносится За пределы Того круга В рамках которого Это преподавание Ведется То есть Люди работают И этот процесс Уже активно Набирает обороты Соответственно Если мы сделаем Небольшой прогноз Наперед На ближайшие Несколько лет То мы увидим Простой Закономерный Итог То что Будут разные Преподаватели В разных местах С накопленным Разным опытом И Они будут Все действовать В рамках Ведического Образования Однако Будет много Разностей Это важно Учитывать Уже сейчас Дело в том Что Для осознанного Человека Разница Не является Фактором Напряжения Она является Фактором Восхищения И возможности К расширению Ну например Мужчина и женщина Они очень разные Однако При осознанном Подходе Эта разница Может настолько Дополнить Друг друга И привести К какому-то Счастью Высокому Счастью На очень высоких Энергетических Вибрациях Если осознанности Нету То Конечно Это будет Взаимное Бухтение И потом Взаимные печали Боли Обиды Которые В конце концов Приведут К взаимному Несчастью То есть Разница В данном Случа Будет Вляться Фактором Напряжения А где Есть напряжение Там Везде Есть Избыточный Потенциал Который Нужно Сливать И сливается Он Как правило Или в конфликтных Ситуациях Или в Ворчании В бухтении В агрессивности В озлобленности И так далее И вот Понимая Что впереди Будет Вот Такая Ситуация Которая Сейчас Была Озвучена Что будет Масса Разностей То есть Разные Преподаватели По-разному Будут В разных Городах Что-то Доносить Это Будет Являться Основанием Для Определенного Испытания На нашу Осознанность И В этом Плане Преподавателям Конечно Уже Сейчас Преподавателям Не просто Находить Общий Язык Между Собой Но В будущем Это И без Того Непростая Ситуация Еще более Обостриться К этому Надо быть Готовым И Любому Преподавателю Который Берет На себя Взваливает На себя Эту Ношу Могу Сказать По себе Эта Ноша Непростая Потому Знаете Что если Кто-то Из вас Захочет Сделать Это Только Для Того Чтобы Показать Себя Блистать Перед Публикой Как-то Ради Какого-то Своего Самоутверждения То Получите По голове Сразу Говорю И Некоторые Уже Получали Поэтому Мой долг Предупредить Вас Что Здесь Должна Быть Философия Именно Служения И Вот Как раз Таки Люди Вот Эта Разница Которая Будет Наблюдаться Она Будет Серьезным Испытанием Это Испытание Будет Пройдено И Как только Оно Будет Пройдено Можно Констатировать Что Большинство Преподавателей Стоят На Философии Духовного Служения То есть Они Относятся К Каждому Своему Уроку Как К Акту Служения Во имя Великого Перехода С таким Подходом То есть Рассвет Сварага Утро Сварага Эра Водолея Эпоха Волка Как угодно Называйте Все это Квантовый Скачок Сегодня Часто Тоже Называют Неважно Все это Вы прекрасно Понимаете Речь идет Об одном И том Же Качественный Энергетический Скачок И качественное Изменение Человека Как вида Эволюционного Вида То есть Согласно Этому Человек Должен Стать Если Все мы Будем Делать Правильно То По истечении Этого Адаптационного Периода Человек Станет По Своему Эволюционному Состоянию Ближе К миру Ангелов И легов Примерно Вот так Вот То есть По Своей Чистоте Вот Примерно Можете Знаете Как представить На уровне Образного Мышления Представить Себе Образ Ангела Или Лего Кому Как Нравится И Представить Себе Характеристики Данного Ангела Или Лего Только Советую Отойти От классического Церковного Представления Потому что Там Немножко Разные Ангелы Существуют И Попробуйте Переложить Эти Характеристики На Человека То есть Люди Будут Как бы Ангелами Воплоти Так Если Говорить Языком Ангелологии И Поскольку Многие Из наших Предков Стали И становятся Легами Уходя Туда То есть Олеги Они Соотносятся С ангелами Примерно Одно и то же Только На разных Языках В разных Духовных Учениях Соответственно И Связь С миром Предков Будет Расширена И Усилена И К этому Тоже Надо быть Готовым Короче говоря Нас Ожидает Впереди Серьезные Изменения Причем Многие Говорят Вот Изменения Изменения Но Хочу Вам Сказать Друзья Человек Сегодня Не Представляет Всех Масштабов Этих Изменений Потому Что Если Он Осознает Масштаб Этих Изменений Которые Грядут То Это Будет Серьезное Напряжение На Психику Поэтому Люди Не Осознают И Пока Не Надо Главное Чтобы Вы Понимали Что Изменения Эти Серьезные Так Есть Проводники Этих Изменений Это Как раз Таки Люди Которые Работают В потоке А поток Помните Он Включается Только В режиме Служения Поэтому Когда Люди Начнут Не Просто Преподавать Для того Чтобы Блистать Как-то Или Самоутвердиться То есть Не от ложного Эго А от Истинного Я Относясь К этому Как К служению То В таком Случа Они Без Проблем Найдут Общий Язык И Вот Тогда Начнется Процесс Сонастройки Разных Преподавателей На основе Философии И психологии Служения Это И будет Как раз Духовная База Которая Будет Собирать Все Наработки Славянского Мира Этот Процесс Уже Происходит И В данном Случа Могу Сказать Даже По своему Опыту Абсолютно Не Возникают Никаких Трений Между И Каких-то Непониманий Разночтений Кривотолков У людей Которые Именно Глубоко Стоят На Философии Служения И В данном Случае Они Без проблем Находят Между собой Общий Язык Поэтому Как раз Это Все Будет Приводиться Будет Упорядочиваться В единую Такую Энергоинформационную Базу Которая Будет С одной Стороны Колоссальной Сокровищницей Мудрости И Знаний И Технологий А с другой Стороны Оно Будет Еще И Определенным Энергетическим Полем Но Только Не Надо Путать Его С Эгрегором Потому Что Эгрегор Однородный А Здесь Будет Разнородное И Оно Все Равно Будет Постоянно Ити В Каком То Процессе Преображения Потому Что Каждый Год Преподавание Не Похож На Предыдущий Кто Предподает Тот Знает И Каждый Год Программа Меняется Постоянно Навинчиваются Какие-то Новые Информационные Блоки Новые Предметы И Поэтому Постоянно Будет Ити Обновление И Постоянно Будет Ити Адаптация К Изменяющимся Условиям Поэтому Общинные Школы Это Неизбежность Это Закономерность И В данном Случае Мы Все С вами Друзья Делаем То Что И так Неизбежно Но Это Великая Честь Быть Естественно Что Включаться В этот Процесс Необходимо Со смирением С Почтением С Внутренними С внутренними Добродетелями Традиционными Для нашего Народа Ну вот Что я сейчас Обнаружил С того Что ты говорил Что Сейчас В общем-то Идет Формирование И упорядоченное Образование В ведическом Нашем Виде И В этом Случае Когда Все будет Уже Окончательно Как-то Сформировано То Так или иначе Школа Будет Приобретать Тот Вид Который Сейчас Более Привычен Нашим Радиослушателям И Не только Слушателям Но и Те Которые Не подразумевают Что существует Радио То есть Школа Это где Есть несколько Дисциплин Которые Готовят Человека К чему Либо В жизни Кто-то Учит Читать Кто-то Учит Считать Кто-то Учит Еще что-то Делать Кто-то Учит Бегать И прыгать А раз так То в этом случае Получается Что в дальнейшем Мы сейчас фантазируем На 3 На 5 На 10 лет Вперед Что в дальнейшем Школа Должна Будет В себя Включить Несколько Преподавателей Которые Будут Преподавать Несколько Направлений Несколько Дисциплин И Причем Эти преподаватели Должны Будут В одной Конве Работать Им Необходимо Будет Договориться Ради чего Они работают Ради чего Они трудятся Ну К примеру Для себя Я сделал В свое время Вывод Что я тружусь На то Чтобы у нас Была держава Сильная И вот Я все Свои силы В это дело Направляю Школа Естественно Я тоже думаю Что ради Чего-то Она будет Существовать Но Это что-то Надо Чтобы была Договоренность Чтобы это Что-то Образовывалось Помимо Преподавателей Разных Со своими Взглядами Со своими Учениями В дальнейшем Может быть Через 5 Опять же Может быть Через 10 Необходимо Будет Продумывать О том Что должны Появиться Какие-то Учебники Методички Какая-то Структура Система Самого Преподавания Опять же Как это Вот В системной Школе Которая Утверждена Какими-то Бумажечками Закрепленными Печатями Из министерств Вот Эта школа Имеет Лицензию Право Преподавания Но С другой Стороны Здесь мы Можем Связаться С такой Интересной Проблемой А как Потом Нам Не Переформализоваться Как Не Войти В такой Штопор Который Многие Сейчас Ведические Учения Входят Где Надо Выучить Ну Такие Я имею ввиду Восточные Далекие От нас Ведические Учения Не Славянские Где Надо От И до Учитывая Все запятые Точки Выучить То Что тебе Из уст В уста Передавал Мастер Или то Что ты Прочитал Там Грубо говоря На папирусе Или на пальмовом листе И В любой момент Тебя Пробудет И ты должен Это все Повторить То есть Зазубривание 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 То есть Еще раз Теперь кратко Сформулирую Сейчас идет Формирование И упорядоченное Образование В ведическом виде Если мы Хотим Видеть Дальнейшую Школу Через 3 Через 5 Через 10 лет Встанет вопрос О том Что Была бы Эта школа В полноценных Где есть много Преподавателей А раз много Преподавателей Это необходима Общая канва Преподавания То есть Договор ради чего И как И необходима Структура обучения Это учебники Методички И система Преподавания Вот такой Широкий от меня Пласт В котором Куча вопросиков Вот попробуй Теперь в нем Разобраться Ага Благодарю Алексей Да Действительно Ты прав Процесс упорядочивания Будет происходить И ни в коем случае Не нужно будет Допустить его Формализации То есть Не пустить По Конве Современные Школы Дело в том Друзья Что такой риск Достаточно большой О чем ты сейчас Сказал И скажу более того Если на момент Когда этот Процесс будет актуален Люди Качественно Не изменятся То в таком случае Избежать этого Скорее всего Просто не получится Потому что Люди просто пойдут В Ведической Обертке Протянут То же самое Содержание Все таки Будем надеяться Что качественные Изменения Людей К тому моменту Во всяком случае Тех кто задействован В ведической Системе образования Она Что этот процесс Произойдет И она Эта система Будет Сформирована Немножко по другому Дело в том Что преподавателя Работающего В потоке Чисто объективно Нельзя Вгонять В какие-то рамки Как только Он начнет Вгоняться В эти рамки Он Ну конечно Какие-то рамки Безусловно Есть Разумные пределы Но В любом случае Если загнать Его в жесткие Рамки Так скажем То Последствия будут Предсказуемы У него просто пропадет поток И будет обычная лекция А в таком случае Результативность Этого Достаточно низкая КПД низкая Это просто непродуктивно И нецелесообразно Поэтому все вот эти вот Учебники Методички И так далее Будут носить Скорее всего Это такой прогноз Мы делаем Будут носить Рекомендательный характер То есть Не обязательный А именно Рекомендательный И в любом случае Такой жесткой Системы контроля Как сегодня Ну чисто Объективно Не будет Здесь Надо понимать Что Очень важно Ключевым моментом Здесь будет являться Согласованность И сонастройка Преподавателя Между собой И в данном случае Если они будут Представлять собой Единое целое С чистым потоком Который они проводят Без искажений То в таком Или хотя бы То есть Если с искажениями То с минимальными То в таком случае Проблем не будет Вообще никаких Потому что Подключаясь к потоку Человек Ну сколько раз Вот так бывало Даже у меня Когда это было Когда настраивался На занятия По какой-то теме Настраивался Все примерно Структуру урока Продумывал Прихожу на занятия Смотрю на людей Открываю рот Чтобы сказать И тут приходит Понимание Что надо говорить На совсем другую тему То есть Понимаете Готовился по одной теме И за секунду До начала урока Приходит понимание Что нужно Вести занятия По теме Совершенно другой Потому что Именно она актуальна И это Не только мой опыт Это опыт Многих других Кто преподавали И у нас И других Образовательных Инициативах Славянского мира То есть Приходит понимание Того Что более целесообразно Следовать Ситуативно По Как раз По потоку За ним следовать За этой волной В этой волне Идти На ее гребне Чем Вгоняться В какие-то Формальные рамки Я работал В обычной школе Пусть даже В экспериментальной И я понимаю Насколько Это На своей шкуре Испытал Насколько Тяготит Вот эти Вот Формальные элементы И Насколько Иной раз Приходится Даже Как-то Формальные моменты Опускать На уровень Формальности Так скажем Когда в журнале Пишется Одна тема По факту С детьми Ведется работа Совершенно Другого характера То есть Если будет Формальный элемент Там К сожалению Без обмана Будет Не обойтись Потому что Даже сейчас Школьные учителя Я думаю Для кого Это не секрет Они Вынуждены Обманывать Потому что В журнале По документации Идет одно А по факту Ведется другое Тем более Что Это Обусловлено Этическими нормами То есть Понимаете Человек С высокими Этическими Принципами При чрезмерной Формализации Вынужден Идти на обман Понимаете Абсурдность Самой ситуации Человек С высокими Этическими Принципами Вынужден Обманывать Вот этот Для того Чтобы принести Пользу Детям Или Обучаемым Взрослым Если речь идет Про Взрослую школу Да Но мы Если говорим Про ЕГЭ То это Как раз Та самая Ситуация Когда Человеку Мыслящему Преподавателю Хочется Детям Рассказать Так Чтобы они Стали человеками Мыслящими А тот Который Просто пришел Деньги отрабатывать И держится Свое место Он готовит К ЕГЭ То есть Натаскивает Как собачат На то Чтобы они Гавкали В нужное время На какой-то Определенный Раздражитель Но все-таки Возвращаясь К нашему Вопросу К моему вопросу К нашей теме В любой Системе Если мы говорим Что в дальнейшем Эта школа Должна превратиться В нечто Более системное На уровне Уже Державности То в любой Системе Есть определенные Все равно Какие-то Параметры К примеру Для того Чтобы проверить Как усвоились Знания Существуют Экзамены Контрольные Тесты Если мы Стремимся К ЕГЭ То в этом случае Да, собачата Получается Это нехорошо На мой взгляд Это формалистика И глупость И дебилизм Но с другой стороны Если мы упускаем То в этом случае Мы можем не понять А усвоил ли человек Эту информацию А на каком уровне Грубо говоря Варнованности Он себя Взращивает К чему Его лучше Направить Куда его лучше Направить Поэтому какие-то Тесты Что-то Такое Должно Присуть Экзамены Контрольные И естественно Что если мы говорим Про систему В какой-то державе То если мы берем Например Россию То Россия Достаточно обширная От Калининграда До Дальнего Востока И с севера Грубо говоря От Архангельска До Черного моря И все у нас В общем-то Как-то в одной системе Так или иначе Худо-бедо Крутится Вот сейчас поставили Систему ЕГ Система ЕГ Выдерживается Поставят другую систему Будет другая Система выдерживается И контрольные Пишутся Вот в таком-то формате Тетрадочки Вот такого-то формата Чтобы было Линейки Вот так Есть какие-то системы Идешь в спортзал Понятно Нормы Вот такие-то Для первоклассника Такие для третьеклассника Такие для десятиклассника Тоже все понятно Но с другой стороны Опять же Как не свалиться В формализм С одной стороны А с другой стороны Как нам выдерживать какие-то определенные понятийные, сознательные рамки, чтобы все-таки отслеживать сам процесс. Да, благодарю, Алексей. Здесь очень важно не усложнить. Дело в том, что современная система образования, опять же, это говорится не для того, чтобы ее опорочить, нет, просто факт, она носит искусственный неприродный характер. То есть, современная система образования была создана, сформирована, а ведическое образование взращивается. Попробуйте, друзья, оценить эту разницу между этими понятиями. Мы можем сравнить нашу цель, как ведическое образование полноценное, которое приносит пользу и через которое в том числе осуществляется вот этот великий переход, мы можем сравнить ее с еще не вылупившимся цыпленком. И формализм, стремление причесать, сформировать ведическое образование, подобно тому, чтобы разбить яйцо, цыпленок в котором еще не взрастился. То есть, цыпленка нету, нету жизни в этом. То есть, искусственный формализм приведет к тому, что это будет гибрид, это будет неестественный суррогат, такой гомункул, который будет к тому же и не дееспособен, и не жизнеспособен. Это будет, знаете, славянская пародия на современную систему образования в ведической обертке, и не более того. Здесь гораздо важнее взращивать. То есть, если мы возьмем эту аналогию, перед нами яйцо, это наша цель, но эта цель еще не вылупилась, и цыпленок не вылупился, он еще не готов. Наша задача обеспечивать определенный температурный режим. Для того, чтобы цыпленок, когда взрастится, когда он будет готов, он сам пробьет эту шкарлупу и выйдет на поверхность, и в этом будет жизнь. Поэтому то, что ты говоришь, безусловно, важно. Но, понятно, экзамены, проверка должна быть, и она есть. Но с каждой группой она по-своему. В некоторых группах ее вообще не было. В некоторых были такие экзамены, где-то достаточно жесткие. То есть, этот процесс упорядочивается, и реагирование ситуативное. То есть, по отношению к каждой группе ведется индивидуальный подход в зависимости от того, что нужно. Кроме того, общинная школа, вот если взять, к примеру, нашу общинную школу, то у нас уже существовало три формата, три разных формата обучения. То есть, мы меняли форму несколько раз с сохранением содержания. То есть, содержание оставалось тоже, а вот форму мы меняли. Это было нужно для того, чтобы встраиваться и адаптироваться под меняющиеся условия, под меняющуюся информационную среду. То же самое должно быть и здесь. Дело в том, что современная система образования во многом зиждется на жесткой догматизированной форме. Понимаете? А в эту форму заливают разное содержание. Ну, вот примерно, как мы возьмем чашку. Вот современная система образования, это чашка. В нее можно залить хоть молоко, хоть керосин. И это мы и наблюдаем. Например, в советское время было одно содержание этого образования. Сейчас в России другое, а в Украине третье, например. И сами понимаете, что это сосуд, куда заливается выгодное содержание. А ведическое образование, это наоборот, акцент на чистоту содержания. А чистота содержания, это в первую очередь экологичность. Просто экологичность, то есть природность, естественность. Знания, ведические знания, носят естественный природный характер. Потому что все, что природно, то имеет связь с родом Всевышним, родом Небесным. Искусственное регулирование, безусловно, имеет место быть. Оно есть и оно будет. От него никуда не деться. И правильно ты сказал, что учебники уже пишутся. И вы знаете, что не так давно вышла книга по энергоинформационной безопасности. Это самая первая книга серии ведического образования. И недавно книга вышла у Царевича, как раз посвященная сказкам. То есть, книги пишутся. И как раз таки это уже, можно сказать, запуск учебных пособий определенных. Потом со временем будут и методички. Это понятно. Но оно будет носить рекомендательный характер. Когда надо, будет идти регулировка, безусловно. И без нее, еще раз хочу сказать, не обойтись. Но не она в приоритете. Она, то есть, форма в услужении и содержании, а не наоборот. Беда современного образования как раз таки в том, что там наоборот. Вот как раз я к этому и подводил. Я очень хорошо ты все объяснил. Благодарю тебя. На мой взгляд, получается следующее. Система, любая система искусственная, она создает под себя определенные условия обитания жителей. То есть, системе необходимы винтики, которые будут встраиваться в эту систему. И они должны ее обслуживать. А если мы говорим про ведическую державу, про естественную ведическую державу, с естественным образом жизни людей, то в этом случае для державы важны творцы, созидатели. А творец и созидатель в определенные рамки кого-либо может и не влезть. И, скорее всего, так оно и будет. Поэтому благодарю тебя за то, что ты раскрыл эту тему очень хорошо. Что, да, методички могут быть, но они именно рекомендательные. Да, экзамены могут быть, а могут и не быть. Это могут быть контрольные, а может быть просто опрос, а может быть просто беседа. И преподаватель может, учитель, видеть, насколько он сумел передать свои знания. Не насколько, например, ученик способен, не способен. А в первую очередь это экзамен для самого преподавателя. То есть, здесь поворачивается все наоборот. Преподаватель себе делает экзамен, опрашивая учеников. Или прося какого-то своего товарища по цеху, чтобы он пришел и опросил людей и со стороны, чтобы взглянуть. Вот это как раз ведический подход к преподаванию. Отлично. И в заключение, наверное, тоже так от себя хочу добавить. Ты сказал про веды, что это процесс познания. Это процесс, построенный на интересе. И чем отличается ведическое понимание жизни и обучение жизни от какой-то религии и всего остального. Ну, во-первых, веды, если так переводить, это мудрость. Ведичество, познание мудрости. То, что от природы, то, что естественно. Любая конфессия любой религии – это все-таки строение на догмах, которым требуется следовать. Где те, кто преподают, они требуют, что догмом вы следовали. А ведь можно и не следовать, но можно при этом и не ведать. То есть, любая религия не означает, что вы что-то ведаете, если в религию погружаетесь. А наше мировоззрение, оно как раз строится на ведическом, на мудрости, на понимании. И вот тут как раз вот эти рамки, про которые мы здесь сегодня уже говорили, они, скорее всего, будут в полном объеме неуместны. Хотя какое-то упорядочение должно быть. Но это, как говорится, со временем будет все выстраиваться. Ну, пока у нас цыпленок еще не вылупился, он в яйце. Мы как бы делаем все возможное. А кто-то и не как бы, а просто делает все возможное для того, чтобы цыпленок развивался и раньше времени разбивает яйцо. К этому мы подойдем. А сейчас мы подходим к тому, что пришло время с нашими радиослушателями прощаться. Но в заключении, наверное, я прошу тебя, перед тем, как ты скажешь добрые слова, сказать, а как люди смогут, например, в школу Рассветсварга, насколько я понимаю, так она будет так же и называться, в Москве, обращаться для того, чтобы обучаться, для того, чтобы как-то повышать свою квалификацию и на местах уже что-то открывать. Да, благодарю. Для этого нужно связаться или со мной, или с центром йоги Шамбала, на базе которого будет осуществляться данное преподавание, или к московским организаторам моим, к Евгении Безверхой в частности. И там уже можно получить более подробную информацию. К тому же эта информация отображена на страничке у меня ВКонтакте. И есть группа «Духовная школа Рассветсварга» и «Рассветсварга» в Москве, две группы, в которых тоже это отображается. Поэтому при желании получить информацию будет несложно. Но советую поторопиться, потому что присоединиться еще можно будет только в течение буквально нескольких недель после начала обучения. Обучение стартует в октябре. И уже если потом, то поймите правильно, мы уже уйдем вперед. И если включать других людей, то это, во-первых, поле группы будет нарушено, а во-вторых, которое на тот момент уже будет сформировано, взращено. А во-вторых, люди, если присоединятся, то они будут потом всю группу тянуть назад. Поэтому, если есть интерес, то лучше реализовать его сейчас, в ближайшее время, чтобы не пришлось запуск вашего обучения переносить на следующий учебный год. Я тоже добавлю, если уж вы не найдете Андрея Ивашко и соратников где-то в сайтах, где-то в контактах, то, во всяком случае, можете написать письмо на радио, и мы перешлем. Так что контакт поможем вам найти. Ну что ж, прощаемся. Говори, как всегда, доброе, вечное, красивое, для того, чтобы как-то красиво закончить сегодняшнюю нашу беседу. Да, я благодарю тебя, Алексей. Ветическое образование – это естественное продолжение тех тенденций, которые сегодня происходят в славянском мире. И это великое счастье и большая честь быть причастным к этому процессу и делать все, чтобы он происходил наиболее грамотно, с наиболее светлыми, чистыми помыслами, с высокими энергиями. Этот процесс идет как снежный ком, его не остановить. И в данном случае впереди у славянского мира большое будущее именно благодаря ведическому образованию. Потому что ведическое образование – это как раз и есть способ, это механизм, средство, с помощью которого можно повысить вот это процентное соотношение, о котором я говорил. Помните тогда о том, что только лишь где-то 1% людей в славянском мире обладает каким-то таким знанием, действительно высокочастотным, сильным, мощным, светлым и какой-то мудростью. Все остальные лишь либо в процессе этого, либо откровенно подражают этому, либо просто прикрываются славянством для реализации своих каких-то других нужд. А вот ведическое образование – это средство, с помощью которого можно качественно повысить вот этот вот уровень и сделать так, чтобы славянский мир из подражателей превратился в созидателей, в носителей знания. Сейчас славянский мир изучает, но немногие люди являются носителями знания. А вот благодаря ведическому образованию получится переломить это и помочь людям, заинтересованным в этом, действительно стать носителем знаний. Не будем забывать, друзья, что у наших предков знания являлись святыней. И этот посыл был передан через ведическое наследие сегодня. Потому задача ведического образования одна из – это сохранение знаний, а значит сохранение святынь. Вспомните, друзья, с каким отношением люди воспринимают и берегут свои святыни, и как они прикасаются к ним. Это состояние священного трепета, смирения, осознанности. И как раз это состояние перекладывается на процесс познания. Потому что знание – это святыня славянского мира. На этом славянский мир и держится. И поскольку сейчас уровень познания людей в ведах, в мудрости славянского мира невысок, так скажем, ниже, чем хотелось бы, то нужно предпринимать какие-то действия по изменению этого в лучшую сторону. Ведическое образование – превосходный и качественный инструмент, с помощью которого можно будет осуществить этот переход. И славянский мир действительно будет представлять собой одну из опор духовного возрождения и перерождения России, а потом и не только России. И у ведического образования своя роль во взращивании этого славянского мира. А мы же, в свою очередь, будем взращивать этот самый славянский мир. Вернее, взращивать это ведическое образование, чтобы то взрастило славянский мир. Вот как. Хорошо сказал. Благодарю тебя. Хочется вспомнить такую притчу, когда ученик спросил учителя, скажи мне, учитель, когда наступит светлое будущее, долго ли его ждать? Учитель сказал, если ждать, то долго. Вот сейчас как раз мы живем в то время, когда у вас есть возможность не просто созерцать, не просто любоваться, не просто наблюдать за тем, что как меняется, а еще и быть участником, автором того, что меняется, меняться в лучшую сторону самим. И вот для этого как раз организуются такие школы, как «Рассвет сварга». Для этого как раз Андрей со своими соратниками пытается что-то сделать. Вот сейчас у вас есть возможность это поддержать, есть возможность в это включиться, есть возможность что-либо сделать самому. У нас есть еще много о чем вам рассказать, но сегодня мы уже передачу будем заканчивать. И поэтому я желаю всем самого-самого доброго. Андрей, скажи до свидания. Да, благодарю всех, благодарю, Алексей, тебя. Всем всего доброго. Прощаюсь с вами, с вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, до новых встреч, услышимся. Всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...